большой гороскоп на декабрь 2022 для всех знаков зодиака астролог татьяна орлова в эксклюзивном прогнозе для слова и дела рассказала к чему стоит приготовиться знаком зодиака в конце года кого ждет повышение а кто встретит свою любовь декабрь подарит несколько интересных астрологических событий первое из них это разворот нептуна на директное движение нептун планета тайн и загадок всего скрытого и таинственного именно эти настроения будут преобладать в обществе и в голове каждого его представителя мы можем ожидать всплеск интереса к эзотерике предсказанием тарологии медитации различным духовным практикам кроме того нам откроются многие секреты но появятся новые особенно в первой половине декабря стоит быть внимательными к информации очень вероятно ложные факты легко запутаться в новостях и сообщениях и принять неверное решение нептун уводит внимание от очевидных вещей и провоцирует нас на обман и самообман особенно это коснется любовной сферы начало декабря в целом для любовных отношений достаточно напряженный период венера в оппозиции с марсом а далее венера начнет делать квадратуру с нептуном поэтому не верьте красочным обещанием партнера но самим можно воспользоваться ситуацией навешать лапши сколько угодно постарайтесь не планировать на это время каких-то серьезных решений 7 декабря меркурий зайдет в знак козерога а 10 декабря и венера переход быстрых планет в этот знак говорит о некотором заземление чувств эмоций те самые планы стрельца которые преследовали в ноябре могут показаться не такими уж и привлекательными здесь наступит время для здравого расчета и более трезвого понимания перспектив будущей деятельности особенно это касается профессиональной занятости четкие планы наше все 20 декабря юпитер зайдет в знак овна он долго находился в последних градусах рыб и теперь заходит все-таки вовна о чем это говорит от созерцательного настроения мы переходим к активной фазе здесь могут быть разные эффекты от подобного перехода начиная от агрессивных настроений и заканчивая активностью и свержением старых устоев может начаться новый стремительно растущий цикл как в жизни отдельного человека так и в обществе в целом в целом конец декабря достаточно удачен для того чтобы начинать новые дела особенно этот период подействует на представителей огненных знаков овен лев и стрелец меркурий разворачивается на ретроградное движение 29 декабря поэтому вышеуказанный быстрый старт может обернуться различными пробуксовками из-за несостыковки каких-то мелких деталей нюансов недостаточно продуманного плана начиная новые перспективные проекты стоит предварительно продумать все детали к новому году мы придем немного растерянными из-за бытовых несостыковок но полными оптимизма так как аспекты 31 декабря будут благоприятны солнце начнет постепенно формировать тригон с ураном планеты и новшеств захочется чего-то свежего необычного венера перейдет в знак водолея в начале января но уже в конце декабря будет чувствоваться настроение обновления перейдя в знак водолея венера сделает секстиль с юпитером который дарует многим формулу богатства а кому-то счастливые отношения аспекты удачные хоть и нет какой-то пробивной силы которая способна довести начатое до какого-то результата но тем не менее начало будет позитивным овен овны в начале декабря пребывают в ожидании чего-то нового свежего и прекрасного так как они немного подустали от нахождения юпитера в знаке рыб с одной стороны он давал им вдохновение для творчества но с другой лишал возможности волеизъявления и проявления своих талантов во внешней среде учитывая нахождение венеры и меркурия в знаке стрельца в начале месяца можно сказать что овны в принципе достаточно вдохновлены воодушевлены и стремятся к чему-то прекрасному тем не менее середина декабря внесет некое новое влияние на овнов в середине месяца этот знак займется уже более важным практичным и направленным на достижения в обществе юпитер который 20 декабря перейдет в овна будет способствовать социальным успехом поэтому для овнов самое главное определиться кем они хотят стать когда вырастут и уже начать двигаться в этом направлении возможно удастся сменить профессиональную деятельность в сторону чего-то более интересного и перспективного также ярко работает ось обучения и поездок получение новой информации для овнов будет в декабре очень очень актуально тельцы делают вид что ничего не происходит но в голове у них роятся довольно таки существенные планы и желание улучшить свое материальное положение получить финансирование на свои проекты хотя они могут об этом прямо и не заявлять первая половина декабря это шанс найти партнера для продвижения своего проекта либо источник финансирования либо это и другое сразу действительно многие тельцы пойдут в сторону развития бизнеса предпринимательства так как тема официальной занятости на работе у них сейчас выражена не очень-то жизнерадостно могут быть сложности в общении с руководством и пробуксовки в продвижении поэтому тельцы будут искать что-то свое личная жизнь вызывает у тельцов скорее беспокойство чем интерес так как партнер может докучать не очень умными разговорами желанием общения но представителям знака сейчас не до этого действительно по возможности лучше сосредоточиться на делах так как финансовая и профессиональная сферы в декабре работают для тельцов на полную катушку близнецы стараются успеть все и сразу но не всегда у них это получается из-за чего вероятны конфликты и личные переживания вообще полнолуние которое произойдет в знаке близнецов дополнительно прибавляет им беспокойство и суеты первая рекомендация для близнецов успокоить свои чувства сосредоточиться на чем-то одном они пытаться получить все и сразу первая половина декабря для них это шанс наконец-то занять свое место в обществе получить признание их заслуг повышение может быть сделать предложение избранница или принять предложение от избранника в принципе для близнецов декабрь будет интенсивным и насыщенным личная жизнь будет очень близнецов волновать в позитивном и перспективном смыслах важно не пропустить того человека с которым захочется провести жизнь ближе к концу декабря появятся планы относительно вложений средств дальнейших перспектив роста на работе и скорее всего конец декабря близнецы проведут достаточно уравновешенно поняв что не все желания выполнимы сразу и реализовав свои личные амбиции и в какой-то степени профессиональные в целом конец декабря время достаточно спокойно и если не планировать на него каких-то активных действий раки спасаются от неопределенности на работе именно постоянная занятость помогает раком не думать о неприятностях заниматься полезным и получать удовольствие от результатов своего труда могут активироваться тайные недоброжелатели с этим нужно быть осторожнее и постараться не распространять информацию которая может обернуться против них самих также будет время на чтение интересных книг кто-то из раков задумается о высшем образовании или повышение квалификации но этим лучше озадачиться в первой половине декабря пока юпитер идет по девятому дому от знака рака личная сфера заиграет в конце месяца именно в это время раки наконец-то вспомнят что личная жизнь тоже существует и начнут получать внимание от противоположного пола это также удачное время для новых знакомств и отношений львы немного забыли о своих обязанностях по работе семейной жизни и пустились в развлечение и удовольствие по крайней мере первая половина декабря выглядит у них примерно так будет возможность проявить себя показать свои лучшие качества где-то выступить со стихами песнями и танцами возможно появится на соревнованиях в общем представители знака не проведут время скучно партнеры по бизнесу и браку будут давить на львов и требовать от них соблюдение неких правил взывать к ответственности и призывать вернуться к своим обязанностям но представителям знака пока не до этого лучше оставить их в покое хотя бы до 20 декабря из рисков этого месяца попасть в какую-нибудь финансовую заварушку проиграть деньги в азартных играх игровые веселые настроения преобладают у львов и они могут потерять часть своих финансов поэтому стоит подумать сразу каким количеством средств они готовы рискнуть не исключены и выигрыша но лучше проявить осторожность вторая половина декабря львов немного уравновесит и заставит задуматься о работе обязанностях здоровье в это время можно рассчитывать на представителей знака и ждать от них помощи девы начнут сомневаться в своем избранники любовная и партнерская сфера здесь выглядит с одной стороны счастлива так как чувства бушуют но при этом есть переживание что девы могут попасть под влияние партнера есть диссонанс между практичностью и живыми чувствами в целом не стоит так сильно на эту тему переживать так как вторая половина декабря для дев в плане романов и чувств достаточно гармонично можно даже взять какой-то ранний отпуск и провести его с любимым человеком или начать активно знакомиться в первой половине декабря дев поглотят домашние дела необходимость общаться с родственниками даже с теми которые не очень-то нравятся может дойти даже до конфликтов но придется преодолеть эти сложности чтобы во второй половине месяца ничего не мешало наслаждаться любовными приключениями весы встретит и проведут декабрь в движении именно для них актуальной темы поездок передвижений командировок это весов сейчас очень сильно привлекает и их очень тянет на перемены и смену обстановки в начале месяца поездки могут принести и знакомства достаточно полезные особенно это касается женщин они даже могут встретить своего будущего супруга мужчины тоже не будут обделены вниманием противоположного пола работа будет идти своим чередом но не исключены какие-то не очень ясные ситуации возможно скрытие профессиональной важной информации в трудовом коллективе какие-то странные настроения много субъективных оценок что весам будет не по душе в конце декабря весов начнет тянуть в семью захочется стабильности уюта и тепла здесь весов ждут приятные эмоции и впечатления скорпионы как и тельцы озабочены своим финансовым состоянием и вообще ресурсами на которые они могут опереться в своей жизни и в своих делах это могут быть и люди помощники и сейчас от них зависит как себя будут чувствовать скорпионы в ближайшее время поэтому в первой половине месяца у представителей знака есть шанс собрать для себя надежную команду из последователей единомышленников тех кто поможет в трудную минуту любовная сфера в первой половине декабря выглядит у скорпионов довольно таки романтичный есть и любовь и погружение в чувства и удача в поиске приятных людей не исключены розовые очки которые дадут скорпионам с одной стороны вдохновения а с другой стороны иллюзии поэтому стоит быть осторожнее во второй половине декабря скорпионам захочется заняться работой что удивительно а заработанные средства вложить либо в недвижимость либо в семейные дела и проекты может отдать кому-то из родственников таким образом первая половина декабря пройдет у скорпионов в романтическом ключе а вторая прагматичным возможно удастся заработать на теме новогодних праздников стрельцы в первой половине декабря полный энтузиазма новых идей и желаний но возможности ограничены другими людьми с которыми приходится иметь дело из-за этого стрельцы немного стрессуют возможно даже конфликты с партнерами и теми кто встает у них на пути тем не менее представителей знака ждет успех в плане недвижимости семьи в вопросах скрытых желаний и чувств есть шанс воплотить давнюю мечту из прошлого связанную с историей семьи или порадовать родителей вторая половина декабря у стрельцов будет достаточно активной но здесь уже акценты сместятся на зарабатывание денег напомнит о себе любовная сфера возможно романтическое знакомство которое отвлечет стрельцов от рутинных дел брак если он имеется пройдет проверку на прочность именно в декабре произойдет кульминация давнего конфликта в новый год стрельцы придут определившимся в вопросе личной жизни козероги в первой половине декабря будут заняты поиском нужной информации которая будет ускользать от них вполне возможно активируются недоброжелатели которые станут распространять ложную информацию козероги будут находиться в подвешенном состоянии но найдут спасение в работе именно деятельность отвлечет их от грустных мыслей но это может пойти с пробуксовкой на первую половину декабря не стоит возлагать какие-либо надежды финансовая сфера достаточно стабильно но роста ждать не приходится во второй половине месяца жизнь заиграет новыми красками планеты переместят в этот знак и дадут козерогом энергию смекалку романтический настрой способность видеть возможности а в двадцатых числах декабря когда солнце перейдет в знак козерога появятся силы и желание свернуть горы лучше именно на это время планировать значимые для себя мероприятия водолей в декабре активно строит планы на будущее общаются с друзьями заняты своими долгосрочными проектами и при этом не забывают о развлечениях но все же акцент их смещен на будущее иногда даже придется пожертвовать сиюминутными радостями ради долгоиграющего проекта финансовая часть у водолеев выглядит достаточно уверенно при этом представители знака сами не будут знать сколько у них денег но на все будет хватать где-то к середине декабря водолеи смогут потратить средства на что-то им нужное в соответствии с выше указанными планами после снижения излишнего давления появится желание поразмышлять над еще какими-нибудь идеями вторая половина декабря хороша для водолеев получением новых знаний путешествиями общением с людьми других культур рыбы в первой половине декабря чувствуют себя совершенно прекрасно обе планеты управители нептун и юпитер этого знака находится в нем же рыбы на своей волне и будут полны вдохновения эмоции и желаний при этом представители знака могут проявлять себя иногда странно поэтому стоит отнестись с пониманием если начальник рыбы предложат какой-то невероятный проект тема работы для рыб в первой половине декабря станет особенно актуальной именно сюда будут направлены все силы и творческие порывы многие из планов которые кажутся невыполнимыми начнут осуществляться однако озаботиться ими нужно будет в первой половине месяца потому что потом акценты будут смещаться в другую сторону закладка фундамента произойдет в начале месяца далее идеи пройдут проверку на прочность во второй половине декабря появятся новые друзья странные порой сумасшедшие идеи принесут финансовые плоды новый год рыбы встретит в гармоничном состоянии получив бонусы и приятные эмоции в компании хороших людей но на празднование стоит уехать из дома чтобы ничего не мешало созерцанию приятной реальности т.к. года однако Продолжение следует...